Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хыван. Я рад вас приветствовать на канале Процветок. В сегодняшнем нашем выпуске мы поговорим с вами еще об одном очень опасном заболевании винограда, которое называется милдию, или ложная мучнистая роса винограда. В отличие от аидиума, милдию является гораздо более распространенным и гораздо более опасным заболеванием виноградной лозы. Поражает оно все части растения, корни, стебли, ветки, молодой прирост, старый прирост, листья на разных стадиях развития. Проявляется он очень похоже, как проявляется перноспороз у огурца в виде таких желтых мозаичных пятен на молодых листочках и на более старых листочках. Он может проявляться в виде более коричневых пятен. Также он поражает молодые грозди ягод и старые грозди, взрослые, созревающие грозди ягод. То есть опасен абсолютно на всех стадиях развития растения. Милдию, в отличие от аидиума, вызывается микроорганизмом, который относится к перноспоровым. Это не совсем грибы. Именно по этой причине большинство фунгицидных препаратов неэффективно против этого заболевания. Как и для фитофторы, которая также относится к оомицетам, как и для перноспороза лука и других перноспоровых или оомицетных заболеваний. Для распространения этого заболевания обязательно нужна капельно-жидкая влага. Поэтому самым первым агротехническим приемом, направленным на избавление и борьбу с милдью, является правильная и своевременная обрезка. Разряжение посадок, проветривание посадок является главным фактором профилактики и борьбы с этим заболеванием. Если это мероприятие не будет выполнено, все остальные, можно сказать, что будут иметь либо очень маленькую эффективность, либо не будут иметь эффективности вовсе. Вспомним, что аидиум как раз развивается в более сухих условиях. Он сухолюбивый патоген, а вот милдью является влаголюбивым, любителем капельно-жидкой влаги. В отличие от аидиума, с милдью бороться очень и очень тяжело, как я уже сказал, потому что отсутствуют эффективные фунгицидные препараты. В первую очередь при борьбе с милдью необходимо укреплять фитоиммунитет виноградной лозы. Напомню вам, что возбудитель этого заболевания очень специфичен по отношению к винограду. Если рядом у вас растет лук, который болеет пероноспорозом, или огурцы, которые болеют пероноспорозом, эта инфекция от них не передается друг другу, для каждого существует свой патоген. Но симптомы очень одинаковые, и все патогены являются родственниками. Поэтому не страшно садить возле виноградной лозы, например, чеснок или огурцы. Патогены не передадутся. А создание неблагоприятных условий для развития этого заболевания в зоне роста винограда поможет избежать этой болезни и для других растений. Для укрепления фитоиммунитета существует довольно мало препаратов. Можно сказать, что ассортимент препаратов очень и очень скудный. Здесь стоит вспомнить коммерческий и очень дорогой препарат, такой как Привикур Энерджи. Он в большей степени отвечает за усиление фитоиммунитета, нежели чем за подавление развития непосредственно самого патогена. На помощь приходят салициловые обработки, о которых мы говорили не раз на канале. Они обязательно должны быть включены в технологию борьбы с этим заболеванием уже с самого начала распускания листочков. Также очень хорошо помогает наша настойка из трутовика. Она даже более мощная, чем обработка салициловой кислотой. В то же время существует очень и очень современный биопрепарат, который называется МАКСИМУН. Не обладая живым началом, он содержит в своем составе продукты жизнедеятельности микроорганизмов, благодаря которым растения получают очень мощный иммунный заряд, очень хорошо противостоят болезням, вызываемым ООМИЦЕТами, будь то фитофтора или пироноспоровые, все мучнисто-росяные, ложномучнисто-росяные, конечно. Вот этот препарат должен стать препаратом номер один для профилактики этого заболевания. Таким образом, вы можете чередовать обработки после искореняющей обработки с помощью медного или железного купороса. Предпочтительнее сочетание медного и железного купороса в одном составе. У нас есть такой зеленый раствор. Рекомендация такая до распускания лозы. Вы должны обязательно проработать вашу лозу вот этим составом. Это поможет избавиться и от мучнистой росы, и от ложной мучнистой росы МИЛДЮ. Как только начнут распускаться почки, вне зависимости от температуры, вам в обязательном порядке надо начинать обрабатывать ваши посадки. Или раствором салициловой кислоты у нас есть рецепт, или настойкой трутовика, или же препаратом Максимун. Вы можете каждую неделю проводить профилактические обработки с тем, чтобы наверняка защитить вашу лозу от этих заболеваний. Такие обработки в достаточной степени помогают избежать и других заболеваний винограда. Включение сюда периодической обработки препаратом ПФК ЛЕРОС под мучнистой росы, настоящей мучнистой росы и от паутиного клеща только лишь помогут укрепить иммунитет растений и избежать всего комплекса заболеваний, которые ослабляют эти растения и которые способствуют, открывают ворота для возникновения заболевания милдью. Кроме того, что необходимо усиливать фитоиммунитет растений с помощью этих методов, также можно поискать биопрепараты, которые непосредственно будут подавлять патоген, вот этот вот псевдогрибок, непосредственно на поверхности растений, будь то на лозе, на листьях или на гроздях винограда. Для того, чтобы определить, какой из биопрепаратов эффективный, идемте с вами в лабораторию и там все увидим. Что ж, давайте проверим, какие из препаратов, биологических препаратов, будут эффективны против возбудителя ложной мучнистой росы винограда милдью. Для испытаний я взял два препарата триходермы. Это триходермы вериды, триходермы зеленая. Один из наиболее распространенных препаратов на рынке средств защиты семян биологических средств. Это триходерма харцианум из препарата глиокладин, он тоже широко распространен. А также четыре препарата сенной палочки, в числе которых фитоспорин, штамм D26, препарат фитоп, препарат бактофит, он показывает хорошую активность в отношении фузариоза, кладоспориоза и, конечно же, препарат такой, как бактаген. Это, можно сказать, лидер препаратов среди препаратов сенной палочки. Начну с триходермы зеленой. Ну, на самом деле, ситуация по триходерме зеленой еще хуже, чем в случае с настоящей мучнистой росой, с аидиумом. Если в случае аидиума мы уже видели, хотя не очень быстрое, но все-таки наступление паразитизма, то есть вот просто триходерма зеленая уже начала нарастать на мицели, вот этот вот белый, чуть сероватый мицелий аидиума, то здесь никакого нарастания нет. Милдио и триходерма зеленая конкурируют за место под солнцем, и никакого нарастания здесь паразитизма триходермы зеленой над патогеном не наблюдается. Однако, это не означает, что триходерма зеленая не должна использоваться в схеме защиты винограда от милдио. Ведь мы знаем, что милдио сохраняется преимущественно на больных листьях, которые падают на землю, а также на больных ягодах, которые также падают на землю и там сохраняются. Дождь идет, капли брызжут с капельной жидкой влагой и с ветром. На сотни километров с ветром может передаваться это заболевание, это милдио. Поэтому мульчирование и обработка триходермы зеленой, чтобы она просто конкурировала за эти растительные остатки с милдио, являются очень важным приемом, как и в случае аидиума. Что касается триходермы харцану, то она вообще никак не активна против милдио. Она не оказывает ни конкурирующего какого-то действия, то есть не борется за место под солнцем. Я бы даже сказал, что милдио растет примерно с той же скоростью, а то и быстрее, чем триходерма харцану. На весьма питательной и благоприятной среде для роста обоих этих возбудителей. Одного возбудителя, а второго возбудителя болезней, возбудителя паразита паразитов. Каким является триходерма. Что же касается препаратов сенной палочки, то они очень обнадеживают. Надо сказать, что все четыре препарата практически показали активность в отношении милдио. Однако же, если у бактофита и у фитоспорина зоны задержки мицелия практически нету, она практически отсутствует, просто отсутствует нарастание мицелия на бактериальную бляшку. Но это уже означает, что некоторая активность здесь имеется. То в случае препаратов фитоп и бактоген здесь наблюдается очень сильное и очень мощное противостояние, прям антибиотическое противостояние возбудителю милдио винограда. По расстоянию между бляшкой бактериальной и вот этой зоной роста мицелия мы можем судить об активности препарата. Надо сказать, что активность бактогена несколько превышает активность препарата флороэсфитоп. Поэтому бактоген может в полной мере рекомендоваться как препарат выбора для активной борьбы с этим заболеванием. Подытоживая и говоря о схеме борьбы с милдио, необходимо напомнить, что А. Необходимо сделать мульчирование, изолировать почву от лозы и необходимо пропитать вот эту самую мульчу препаратами триходермы. Предпочтительно триходермой зелёной. Следующее, что необходимо сделать, это выполнить искореняющую обработку или медным купоросом, или железным купоросом, а лучше всего зелёным составом, чтобы и железный, и медный купорос там были одновременно до распускания почек. С начала периода распускания почек необходимо применять препараты, которые стимулируют иммунитет растения. Это растворы салициловой кислоты, это настой трутовика и это обязательно препарат Максимун. Он для этого специально предназначен, является очень мощным иммуномодулятором, иммуностимулятором у растений. При этом все эти препараты являются совместимыми. Настойка трутовиков, Максимун и салициловая кислота. Их можно чередовать, их можно смешивать в баковую смесь. И, конечно же, совместимы они с препаратом Бактаген. Его можно добавлять к любому из этих компонентов или же применять самостоятельно. Если Милдью на вашем участке встречается ежегодно, то в этом случае необходимо делать такие обработки или баковой смесью, или отдельными компонентами каждые 7 дней. Не обойтись без таких мощных обработок. Если это периодические вспышки, не каждый год у вас Милдью бывает, или очень легкая симптоматика Милдью, то вам достаточно делать тоже или чередовать, или же баковые смеси делать в любой комбинации каждые 12-14 дней. Ну, например, смешать салициловую кислоту с Максимуном сделать обработку, а в следующий раз настойку трутовика с Бактагеном и сделать такую обработку, и их чередовать. И это будет очень-очень хорошо. Если вы включаете в борьбу с болезнями винограда еще препараты против Аидиума, такие, например, как ПФК Лерос, то надо помнить, что остатка ПФК Лерос на растениях нет уже через 80 минут после нанесения препарата. Однако эти 80 минут препарат действует очень-очень мощно, убивая клеща, убивая настоящую мученистую росу. Поэтому вы в один день можете применить и препарат ПФК Лерос, и через несколько часов после применения препарата ПФК Лерос вы можете применить любую комбинацию или Максимуна, или Бактагена, или их баковую смесь. Именно так вы должны действовать вплоть, буквально вплоть до снятия урожая. Когда вы уже готовитесь к снятию урожая, вам необходимо исключить применение настойки трутовика примерно за 2-3 недели до сбора урожая, и применять только препараты Максимун и Бактаген, ибо по ним нет срока ожидания, и они не опасны, их остаточные дозы не нормируются. Это биологические препараты, они вообще никак не опасны ни для здоровья человека, ни для окружающей среды. Таким образом вы очистите при интенсивной обработке свою лозу от этих патогенов, и вам нужно будет впоследствии лишь делать профилактические обработки или Бактагеном, или Максимуном примерно 2 раза в месяц, с тем, чтобы, как я уже сказал, ветер носит этого патогена, чтобы то, что прилетело, сразу умерло, или растения хорошо противостояли внедрению этого патогена в ваши растения. Это несложно, но когда знаешь, как поступать, несколько хлопотно в том случае, если Милди у вас бушует, но это того стоит для того, чтобы избавить ваши посадки и потом иметь лишь профилактику. Что ж, на этом я прощаюсь с вами, будьте здоровы, храните ваши растения, храните свое здоровье, храните окружающую среду, пользуйтесь только натуральными средствами и толковыми советами. На этом я прощаюсь с вами, до новых встреч!